Привет, я Сергей Игнелап и сегодня я хочу вам рассказать о бюджетном проекторе Gintu UG420 с собственным разрешением матрицы 1280 на 720 точек. Этого разрешения вам, скорее всего, будет недостаточно, чтобы играть в игры на приставках, но это прекрасная модель, чтобы открыть для себя проекторы как категорию. Чем же проектор лучше телевизор? Конечно, размером экрана. Этот проектор может отображать картинку от 40 до 140 дюймов, но для этого конкретно проектора мы рекомендуем размер экрана от 60 до 100 дюймов. Все-таки для экранов более 100 дюймов лучше выбрать Full HD проектор с разрешением 1920 на 1080 точек. Восприятие контента очень зависит от размера экрана. И одно дело, вы будете смотреть фильм на экране обычного телевизора размером 40 дюймов, другое дело, вы будете смотреть это на 100 дюймовом экране. А телевизор с диагональю от 80 дюймов стоит на несколько порядков дороже этого проектора. Давайте посмотрим, что входит в комплект поставки. Ну, собственно, сам проектор, крышечка, защищающая линзу, устаревший переходник с джеком и тюльпаной, шнур питания и пульт управления. В комплекте нет провода HDMI, его придется покупать отдельно. Проектор компактный, он легко поместится в сумку или рюкзак, то есть его спокойно можно взять с собой на дачу или к друзьям. Этот проектор без предустановленного андроида. Ну, хочу сказать, что предустановленный андроид на таких проекторах зачастую устаревший и работает нестабильно. Например, на многих проекторах со встроенным андроидом подвисают YouTube. Поэтому мы рекомендуем воспроизводить видео либо с компьютера через HDMI, либо с внешнего устройства с андроидом, ну, например, как Mitty V-Stick. Конкретно эта версия не может транслировать экран телефона, но технологии еще не позволяют передавать плавное видео по Wi-Fi, поэтому вы не сможете стабильно транслировать видео или игры по воздуху на проектор, на любой другой проектор. Они в любом случае будут подвисать и идти с маленьким количеством кадров в секунду. Для подключения айфона можно использовать специальный переходник на HDMI, и если ваш андроид поддерживает технологию MHL, то можно также использовать специальную док-станцию. Еще одно преимущество проекторов в том, что формирование картинки на экране создается отраженным светом, в отличие от телевизора, где сам экран является источником света. Отраженный свет более экологичный для глаз, и глаза устают меньше. До появления проектора лично у меня в семье я стремился ограничить детям время просмотра телевизора, а теперь для нас целый ритуал посмотреть кино или научно-популярный фильм на большом экране. И мне намного спокойнее, если дети смотрят тот же самый YouTube на большом экране с отраженным светом, нежели уткнувшись в смартфон. Но прежде всего проектор создает неповторимую атмосферу просмотра. Вы можете собраться в компании с друзьями и посмотреть фильм или футбол, вы можете устроить просмотр фильмов с детьми в вашем личном кинотеатре. Вы даже можете организовать кинотеатр под открытым небом на даче или в загородном доме, жарить шашлыки, смотреть футбол, например, прямо на улице или на веранде. Яркость этого проектора заявлены 2000 китайских люмен, ну, в ансе-люменах, я думаю, это будет около 150. И, конечно, смотреть фильмы с полным погружением, комфортно, в затемненном помещении или ночью на природе. Но смотреть ТВ или, например, YouTube вполне можно при приглушенном комнатном свете или днем при зашторенных окнах. Проектор просто в установке. Здесь есть специальная резьба на штатив. Можно использовать, соответственно, штатив или специальное крепление, или просто поставить напротив экрана, если есть какая-то томба или стол. У проектора есть ручная горизонтальная корректировка трапеции на 15 градусов. Она находится вот здесь. Но мы рекомендуем стараться ставить проектор напротив экрана, так как сильная корректировка приводит к размытию фокуса. Кстати, вам не обязательно покупать специальный экран. Вполне подойдет любая ровная светлая стена. Фокусное расстояние у этого проектора 1,34 к 1. Это значит, что получить экран шириной 1 метр можно на расстоянии проектора от экрана в 1,34 метра. Соответственно, экран в 100 дюймов или 220 сантиметров в длину можно получить с расстояния всего 2 метра 95 сантиметров, что подходит даже для небольших комнат. У проекторов, построенных на технологии 1LCD, есть общий недостаток. Это несколько размытый фокус по углам. Проектор Jintu один из лучших по этому показателю в своем сегменте. Но вы, скорее всего, не увидите размытый фокус, когда будете смотреть видео, а заметить его возможно лишь при просмотре мелкого текста на рабочем столе компьютера. Еще хочу сказать про плавность картинки. Многие 1LCD проекторы имеют проблемы с воспроизведением видео с частотой 60 кадров в секунду. И многие производители об этом умалчивают. Одни могут корректно отобразить только 30 кадров в секунду, другие вроде как показывают, что могут воспроизводить 60 кадров, но делают это с зависанием и пропуском кадров. Следовательно, картинка у них подергивается, и это сильно бросается в глаза. Смотреть их становится некомфортно. Проектор Jintu UG420 лишен этих недостатков и плавно, без пропусков, может воспроизводить видео с частотой 60 кадров в секунду. В проектор встроен динамик мощностью 3 ватта. Это достаточно для фонового просмотра, но если вы смотрите хороший фильм, то мы рекомендуем саундбар или хотя бы колонку, которую можно подключить к проектору с помощью стандартного кабеля Jack 3,5 мм. Если положить шумомер на проектор, мы получаем 52 дБ. В метре шум 40 дБ. Потребляемая мощность 60 Вт. Проектор хорошо справляется с контрастностью. Я вижу здесь E18. Прекрасно. Все, 233 виден, 231, 223. В целом проектор хорошо справляется с цветами. Черный мог бы быть поглубже и, мне кажется, чуть больше красного должно быть, но это все можно подрегулировать в настройках самого проектора. Когда мы включаем изображение динамик, стандартный у нас появляется красный, но чуть-чуть пропадает черный. Но в целом... Но в целом сейчас цвета более реалистичные. Настройочная таблица. Мы тоже здесь видим вполне себе четкий фокус. Я бы не сказал, что он идеальный по углам, но он очень-очень неплох. Мы видим четкое разделение градиентов по краям спектра цифрового охвата. В середине мы видим небольшое слияние, но это из-за хорошей яркости проектора. Проектор очень неплохо справляется со снегом, хотя это очень сложная картинка, и с солнцем хорошо справляется. Но здесь, может быть, чуть-чуть не хватает красного. Хорошо справляется с детализацией. И, кстати, нет никаких артефактов, потому что ряд проектора выдавали артефакты на этой картинке. Зеленый мог бы быть чуть позеленее, на мой взгляд, но в целом очень неплохо. Ветализация прекрасная. Не вылезает никаких артефактов, никаких слияний. Все очень четко, все линии ровные, прорисованные. Здесь, опять же, черно-белая картинка. Прекрасная контрастность. Слива не пересвечена. Она очень часто бывает пересвечена. Клубничка чуть-чуть в центре, может быть, смазана, но совсем чуть-чуть. Клубнички, которые слева, они очень четкие. Видно каждое зернышко. Мне очень нравится светопередача. Он реально входит в один из лучших проекторов, а уж в данной ценовой категории так точно. Море синее, небо белое. Хорошо справляется с детализацией. Мы видим все решеточки, лесенку. Книги, ничего не плывет. Мы сейчас еще посмотрим эту картинку на видео. Но прям хорошо, ничего не режет глаз. Синий хорош в динамике. Проектор прекрасно справляется с прорисовкой динамической. Все очень плавно изменяется. Не на всех проекторах так. На этой картинке многие проекторы не справляются. И начинается рябь. Несмотря на то, что проектор у нас воспроизводит только в HD-качестве, картинка на входе у нас в Full HD. Справляются у нас с ней прекрасно. Листики не плывут. Никаких артефактов. Все плавно, четко. Чуть-чуть вот зеленого добавить ему, и будет вообще хорошо. Но надо поковыряться в настройках, может быть. А я смогу это сделать. Вы можете купить проектор Gintu UG420 у нас в магазине или на маркетплейсах. Все проекторы проходят предпродажное тестирование. Гарантия 1 год. Я очень советую вам попробовать проектор, потому что это очень круто.